Добрый день, дорогие рукодельницы! Меня зовут Анастасия Ахмедова. Спасибо, что заглянули на мой канал и я вам приготовила чудесный мастер-класс по этой прелестной вербе из меха. Для мастер-класса нам понадобится кусок меха норки белого или серого цвета, кусок тонкой и мягкой кожи или замши коричневого цвета, проволока двух видов, тонкая номер 30 для пушистиков и толстая номер 24 для веток. Небольшой кусочек ваты для придания объема нашим пушистикам, густой клей ПВА, можно взять строительный или любой клей, который клеит кожу, одну или две булавки для броши, ножницы, нож или лезвие, чтобы вырезать мех и свечку, на которой мы будем обжигать кожу. Выкройку, ссылку на которую вы найдете в описании под видео. При выкраивании меха обратите внимание на направление роста вросинок. Они должны расти снизу, вверх и прямо. Это очень важно, смотрите. Нужно, чтобы уже в выкраенных деталях верхней и в широкой части мех торчал вверх. Не в сторону, не вниз, не влево-вправо, а прямо и вверх. После того, как определите направление роста волос меха, обведите ручкой детали выкройки, а потом аккуратно вырежьте лезвие. Таких деталей нужно вырезать штук 15-20. Ножницами мех вырезать нельзя, потому что можно случайно срезать ворсинки. Вот так должна выглядеть наша заготовка. С кожей все гораздо проще. Нужно вырезать столько же деталей, сколько деталей меха. Но на всякий случай сделайте детали с запасом побольше, потому что если вдруг при обжиге на свече детали испортятся, чтобы у вас были запасные и вы не переживали по этому поводу. Здесь соблюдайте осторожность. Можете взять деталь в пинцет, чтобы не обжечь руки. Быстро и аккуратно проведите деталь над свечкой, чтобы она съежилась и приняла нужную нам форму. Тонкую проволоку номер 30 разрежьте на отрезки длиной по 4 см. Загните проволоку с одной стороны и приклейте маленький кусочек ватки. Должен получиться бутончик размером чуть больше зерна риса. У этого маленького бутончика очень важная миссия. Он придаст объем нашим пушистикам из меха. Хорошенько намажьте заготовку из меха клеем ПВА и приклейте к бутончику так, чтобы казалось, что она его обнимает со всех сторон. Старайтесь образовавшиеся складки разместить сверху. Тогда бутончик получится очень аккуратный и красивый. Кожаную деталь также хорошо промажьте клеем и приклейте ее на спинку пушистика. Аккуратно прижимайте кожу к меховой части, чтобы не приклеились лишние ворсинки и лицевая сторона осталась ровной и красивой. И закройте снизу кожу и часть проволоки. Таких пушистиков можно сделать 15-20 штук. Нарежьте проволоку номер 24 на отрезки длиной по 15-17 см. Это будут веточки вербы. На самом верху каждой веточки мы сделаем по пушистику. По такому же принципу, как делали на тонкой проволоке. Субтитры создавал DimaTorzok и приклеивая пушистики на тонкой проволоке, мы соберем веточку. Для начала из трех пока еще голых веточек определите, какая веточка будет чуть выше и посередине, а какие веточки будут по краям. Из кожи нарежьте полоски длиной 10-15 см и шириной 0,5-0,7 мм. Теперь нужно аккуратно собрать веточку. Намазываем опильно полоску кожу клеем ПВА и приклеиваем пушистики. Смотрите, чтобы полоска была всегда в клею, но в то же время клей не оставался на коже и не создавал грязные пятна. Также смотрите, чтобы клей не попадал на мех, потому что если мех склеится, наши пушистики испортятся. На начальном этапе приклейте на веточки по 4-5 пушистиков. Больше не надо. После примерки будет видно, какая ветка центральная, а на ней будет меньше всего пушистиков, и какие будут веточки по бокам. К ним мы приклеим все остальные пушистики. Все веточки получились разные, поэтому нужно на этом этапе примерить, на какую веточку еще нужно пушистиков, а на какую больше не нужно. Чтобы брошь была не сильно перегружена, в середине веточку я оставила пустую, а оставшиеся пушистики распределила по двум крайним веточкам. Обратите внимание на плюсы того, что пушистики находятся на проволоке. Уже в приклеенной брошью их можно поправлять, и они примут то положение, которое нужно нам. Отложите ту ветку, которая будет посередине, а к тем веткам, которые будут с краю, приклейте оставшиеся пушистики и до самого конца обмотайте ее кожаной полоской. Если вы хотите маленькую аккуратненькую брошку, сделайте сверху не 5 пушистиков, а 2-3, а проволоку потом подрежете до нужной вам длины. Так как веточки у меня получились длинные, от этого брошь будет высокая, я сделаю два крепления. Одно крепление на веточке, ближе к верху самой броши, и второе крепление будет на месте соединения трех веточек. Чтобы булавка не болталась в разные стороны на тонкой проволоке, место там, где будет крепиться булавка, нужно сделать толще. Для этого к основной проволоке я приклеила маленькие кусочки проволоки и перемотала их полоской бумаги. Крепко примотайте булавки, к проволоке так, чтобы ни бумага, ни проволока не просвечивались сквозь кожу. Постаралась показать этот процесс достаточно подробно, но если вдруг у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Обратите внимание на этот момент. В конце кожа чуть-чуть заходит под булавку. Ни кожа, ни бумага нигде не просвечиваются. Дальше замотайте полоску кожи до конца веточки. Сейчас будет уже финальная примерка. Разместите веточки так, как вы уже видите их в окончательной броши, потому что после того, как вы их приклеите, вы их не сможете ни передвинуть, ни поменять места. Отрежьте полоску кожи длиной 5-7 см. По ширине полоски ориентируйтесь на ширину вашей булавки. Определите место, где будет располагаться вторая булавка и закрепите его для надежности прочной проволокой. А проволоку в свою очередь примотайте так, чтобы ее можно было потом полностью спрятать булавкой и сверху кожей. Для большей надежности примотаю и булавку этой проволокой, потом все закрою кожей и она будет очень крепко держаться. Для большей надежности примотаю и булавку этой проволокой, потом все закрою кожей и она будет очень крепко держаться. Хорошо обильно промазывайте кожу клеем ПВА, но смотрите, чтобы клей не вытекал за края кожи, потому что он потом высохнет и будет блестеть. От этого работа будет выглядеть неаккуратно. Если концы веток отличаются по длине, просто подровняйте их. Теперь нужно оставить брошку, чтобы просох клей. После того, как он высохнет, можно будет ее использовать. Знанка этой броши получилась не менее прекрасна, чем лицевая часть. На этом все. Мастер-класс закончен. Надеюсь, он был вам полезен. Если да, ставьте палец вверх. Если же у вас возникли какие-то вопросы или пожелания по следующим МК, пишите их в комментариях. Я обязательно прислушаюсь и на все отвечу. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.